КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Пойдем. Из Петербурга получено известие? Да, кажется, бабушка уже умерла. И все здесь в ожидании наследства? Целые полгода только на одно это и надеялись. И вы надеетесь? Я не родная дочь генерала. Мне кажется, вам очень много достанется. Она меня любила. Я посмотрю. Скажите, наш маркиз де Грие, он тоже посвящен во все семейные тайны? А почему вас это интересует? Да, если не ошибаюсь, генерал уже успел перехватить у него денег. Вы очень верно угадываете. А вы заметили, как он, говоря о бабушке, и называет ее бабуленькой. Какие короткие, какие дружественные отношения. Надя! Как только сообщение о смерти подтвердится и мне что-нибудь по завещанию достанется, маркиз тотчас же ко мне посватывается. Это вам, что ли, хотелось узнать? Еще только посватывается. Я думал, что он уже давно осматривается. Вы отлично знаете, что нет. Не знаю, как он. Ага. Как он. Не знаю. Так. Ага. 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 Папа, 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 вон Алексей Иванович приехал. С приездом. Ну что, Париж? Я пробыл там всего два дня. Надеюсь, все благополучно? Ну, если не считать грабительских процентов... Ну, вы согласились? Да, закладные деньги во франках. Хорошо, мы поговорим об этом после обеда. Сова, сова, мадам. Хорошо. Пуре-ву фару жоли пакет, но это будет немного дешевле. Да-да. О, мусор! Милостивый государь, я бы хотел, чтобы вы гуляли с моими детьми где-нибудь в парке и подальше от вокзала. А то чего доброго, вы еще на рулетку их поведете. Да ведь у меня и денег нет. Да, ваше жалование. Ну, сейчас, сейчас его получите. Ваше пакет готово, мусор. Благодарю. Мерси. Но я сказал, что мы займемся после обеда. Мерси, мусор. Да, да, отнесите это в отель. Паркис, прошу. Капкис, прошу. Ах, да. Мерси. 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 Входите. Мы уже на сегодня кончили. Я могу уйти? Да-да, тут все в порядке. От вас точно. Электричество какое исходит. Вот. Возьмите обратно эти деньги, ступайте на рулетку и выиграйте как можно больше. Я? Мне самой играть неприлично. Я для вас играть отказываюсь. Почему же? Потому что хочу играть для себя. Зачем вам деньги? Зачем? А с деньгами я стану и для вас другим человеком, а не рабом. Вы же говорили, что для вас это рабство наслаждение. Да, но я хочу попробовать и других наслаждений. Я, может быть, очень страстно желаю взять при вас маркиза де Грие за нас. Вы должны играть для меня, и вы будете. Кроме игры вы ничем не занимаетесь? Да, ничем. И не намерены бросить. Черт с ней. Я тотчас же брошу, только вот... Отыграться. Я так думал. Вы сказали это случайно, следовательно, сказали искренне. Ваши теперешние мечты, ваши самые насущные желания не идут дальше трон-то-корон. Послушайте, мистер Растли, если б вы знали, до какой степени я сам понимаю, всю омерзительность моего теперешнего состояния. Я вас не виню. Если не рулетка, так что-нибудь другое, подобное ей. Допустимы остальное Please. Воз 별로. Наести данные города. Через появление омна постоять. Нix он стоять. Нимоaltе года. Дома. Ужник,morenost, до 5 1009-х годов, и намеред règш? Дома была, женщина с постоять. Грость, Вышник,oga и деньги… Поехали, господи, 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 господи. Поехали, 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 господи. Стыдно так говорить о своем отечестве. Только неизвестно еще, что гажа. Русское безобразие или немецкий способ накопления. Честным трудом. Такая возмутительная мысль. Я лучше буду дебоширить по-русски. Или разжеваться на рулетке. Чем стану гоппе и компани через пять поколений. Это возмущает мою татарскую породу. Я не считаю себя чем-то предаточным. Капиталу. Месье Учитель, я вам очень сочувствую. Он вчера проиграл кучу золота. Вы играли на рулетке. Это были ваши собственные деньги. Однако, милостивый государь, вы забываетесь. У нас с вами, кажется, был об этом разговор. И откуда у вас такие суммы? Ну что? Я хочу показать детям замок. Потрудитесь проводить детей. А почему это наш маркиз не сопровождает вас и даже не говорит с вами по целым дням? Потому что он подлец. Генерал весь у него в закладе. Если бабушка не умрет, то мы будем разорены. И при этом прощай, мадемуазель Бланш. Не будет она тогда генеральшей. Если бы пришла телеграмма о наследстве, я бы швырнула ему в лицо долг этого идиота. Миша! Поехали! 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 Ой, господи! А если я вам сейчас прикажу прыгнуть отсюда, вы исполните? Одно ваше слово, и я брошусь. Я запомню это. Очень убитый моим проигрышем. Зачем вам столько денег? К чему эти вопросы? Вы мне сами обещали объяснить. Если хотите, я просто должна. Не французы. Вы сегодня особенные резки. Уж не пьяны ли? Не сердитесь на меня. На меня нельзя сердиться. Я просто сумасшедший. Мне у себя наверху в каворте стоит только вообразить сумму вашего платья. Я себе руки искусать готов. Преказываю вам молчать. Пойдем. Как я люблю вас, когда вы в гневе. Алексей Иванович! А вы, наверное, сами это знаете и нарочно сердитесь. Боже, какая грязь. Впереди. Я поеду с детьми. Это вы нельзя делать, сядь. А папу вон там сорвал. Я вас каждым днем люблю все больше. Ведь это почти невозможно. Это все вздор. Я сказал, что, по вашему слову, брошусь в бездну. Неужели вы не верите? К чему мне заставлять вас прыгать в пропасть? Это для меня совершенно бесполезно. Удовольствию всегда полезно. А дикая и беспредельная власть, хоть над мухой, это тоже своего рода наслаждение. Опять это рабская теория. Ух, мадам, лабарон! Вон, видите ту толстую даму? Бароны, баронесса Вурмергельмс. Ступайте, снимите шляпу и скажите ей что-нибудь по-французски. Зачем? Ступайте! Я хочу посмотреть, как барон прибьет вас палкой. Что за фантазия скорблять женщин? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вы не принадлежите к моему дому Позвольте, генерал Вот, деньги Бумажка с расчетами Мы расстаемся Прощайте Честь имею пребывать Вашим слугой Генерал, Дело так кончится Честь имею доложить Что я потребую У барона формального объяснения Как? Вы намерены продолжать Это проклятое дело? Каким образом Вы взялись отмечать за меня барону? Я вам совершенно чужой Мне 25 лет Я кандидат университета Я дворянин Оставьте ваши намерения Что из этого выйдет? Алексей Иванович Ради Бога Ради Бога Вы же не знаете Всех моих обстоятельств Ну теперь я Просто так А потом Ну вы же сами знаете Причины Напрасно Вы так Тревожить генерал Ну надо Не смерть Вас заристуют И вышлют Старителей Чтоб вы не буянили Ведь прежде совершения буйства Заарестовать нельзя Я радуюсь видя вас Сохранившим всю независимость Вашего духа Даже веселость Я теперь словно о деревенел За грязь в какой-то тине Все жду чего-то Рассчитываю Вы имели способности Вы могли быть Полезны Вашему отечеству Которое так нуждается В людях Да я в один час Могу всю судьбу Изменить Ради выигрыша Вы отказываетесь От долга Гражданина И человека От своих друзей От воспоминаний Ваших А я только на время Выгнал все это из головы Пока ведь не поправлю Радикально Мои обстоятельства А чтобы вам доказать Что я не так-то забывчив На прошлое Позвольте узнать Где теперь мисс Полина Если не вы меня выкупили То уж наверное и она Генерал просит вас оставить ваше намерение Моркес Разъясните мне Неужели же теперь совсем Принадлежите к членам этого семейства Илья Истри Тут именно существуют Особые обстоятельства Особые обстоятельства Генерал влюблен Здесь может совершиться брак Вы знаете Ждут извести Из России Генералу надо устроить Свои дела А! Для бабуленька Я Я рассчитываю на вашу Врожденную лебезность На ваш ум Такт Так, вы не можете причинить неприятности семейству, в котором были приняты как родной. Я был выгнан. И вы подавали бумажку с расчетом. У вас здесь никто не боится. Я пришел передать вам записку. От одной особы. И она просила меня подождать ответы. Перестаньте и уймитесь. Тут есть особые обстоятельства. Прошу вас быть послушным. Если надо, приказываю. Вспомните замок, ваша Полина. Ну, хорошо. Передайте мадемуазель, что она может быть спокойна. Непременно. Вместо того, чтобы болтать о пустяках, вы должны были начать с этого! А я не знал, что в этой записке. И думал, что всегда успею ее передать. Вместо того, чтобы удовиносить все, что русский-синикpt! И попасть из меня. Прошу вас. Прошу вас позицию! Прошу вас! Здравствуйте! Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Я уезжаю. Так или иначе, это должно было разрешиться. Я вас ненавижу. Меня много раз тянуло прибить вас, изуродовать, задушить. Вы подавляете меня. Но эта записка, это переходит за черту ничтожества и рабства. Что с вами? Что здесь происходит? Полин, скажите мне, вы... Да неужели вы боитесь меня? Скажите мне, наконец. Я хочу приглашать маму в этот вечер. Да, в моей комнате. Блан, Блан! Блан! О, ну, не потерпевать маму. О, ну, Мауэлла, да! У меня есть милы. О, ну, я такой вот такой! Из Петербурга ничего не было? Нет! Субтитры создавал DimaTorzok Алексей Иванович, куда же вы теперь намерены ехать? Я никуда не поеду. Я так и думал. Я даже не знаю, хороша ли она. Или лицом. Сердце у нее должно быть нехорошее. Но я только ее везде вижу. Ведь она сама и напустила меня на барона. Почему так струсил генерал? Даже сам до греи. Нашел необходимым вмешаться. Посетил меня. Почему же Полина? Тут должно быть влияние. Пред которым все склоняется. Тут дело касается одной мадемуазель Бланш. Что же мадемуазель Бланш? Третьего года, во время сезона, мадемуазель Бланш, пожалуй, этой баронессе, получила приглашение от здешней полиции покинуть город и покинула его. Как так? Впрочем, тогда она еще не именовалась мадемуазель Бланш. И де Грие тоже не назывался маркизом. Так, значит, они не родня. Ты что, батюшка, встал передо мной, глаза выпучил? Покланяться, поздороваться не умеешь. Помилуйте, Антонитова, Василий, я был только удивлен. А чего, что удивляешься? Села да поехала. Ну что, наши дома, генерал? В этот час, наверное, все дома. Ах, у них, значит, часы заведены. То, ну, задают, экипаж, лошадей, что ли, тоже держат. Веди прямо туда. А ты, Потапыч, вели этому Олуху, чтобы мне удобную квартиру отвели. Туда и вещи перенеси. Князь, мы поедем в верхние дороги. Вот и я. Вместо телеграммы-то. Что не ожидали, а? Тетушка Антонина Васильевна. Вы думали, я ноги протянула, вам наследство оставила? А я вот, видишь, живехонькая. Каким образом, вот. А железная-то дорога на что? Я ноги на плечи, да и сюда. Это тот француз, месье де Гриет. Позвольте мне. Да, я хотел представить. Князь, друзья. Ишь вы какую квартиру нанимаете, а? Из каких это денег, батюшка, а? У тебя ведь все в закладе. Я удивляюсь, тетушка. Кажется, я могу без чего-либо контроль. Матюшка-барень, кем ты готовишься? Соседка, я тебе буду. Рад или не рад? Тетушка. Матюшка-барень, кем ты готовишься? Да. Это гайпышный балдахин. Ну-ка разверните его. Разверните. Еще, еще, все разверните. Хорошо, что у них хлопок нет. Все белье долой. Послать мое и мои подушки. Алексей Иванович, ты мне расскажи, что здесь осматривать. Здесь есть развалины замка, шлаген, перг, галерея. Алексей Иванович, ты уступишь? О, сколько угодно, тетушка, пожалуйста. Я для вас. Я со вчерашнего дня уж не служу более у генерала. Это почему же так? Тетушка, на днях сюда приехал знатный немецкий барон с баронессой его супругой из Берлины. Я вчера на гулянье заговорил с ним. Да-с. Не придерживаясь берлинского произношения. Ну, да ты что, обругал его, что ли? Нет, напротив, барон на меня палку поднял. И ты позволил так обращаться со своим учителем? Да еще с места ему прогнал. Колпаки вы все. Колпаки! Не умеете отечество своего поддержать? Не беспокойтесь, тетушка, я сам умею вести свои дела. Так, ты умеешь. У тебя все в залоге. Одному французишке этому, что должен-то держишь-то. Я, кажется... И при том, мои расходы не превышают моих средств. У тебя-то не превышают, сказал. Небось, от рулетки-то не отходит. Весь просместался, да? Да рулетки. При моем значении. Врешь ты все, врешь. Смешон ты мне, батюшка. А где эта рулетка? Хоть бы поглядеть на нее. Это в вокзале, в залах. О, так и веди, прямо туда. Тетушка. Тетушка. Трогай. Трогай. Трогай, как можно. С дороги, не отдохнув. А что такое зерок? Вот это только что крикнул зерок. Почему он все загреб, эту кучу все себе взял? Зеро, бабушка, это выгода банка. Если шар упадет на зеро, то все, что поставлено на столе, принадлежит банку без расчета. Вот и на, а я ничего не получаю? Если вы перед этим поставили на зеро, и когда выйдет зеро, вы получите в 35 раз больше. Чего же они дураки не ставят? 35 шансов против. Потапович, постой, хотя у меня самой есть деньги. Просковья, Алексей Иванович, на, ставь на зеро сейчас. Но зарубавшка только что вышел, вы много проставите. Врешь, стань. Вон, вон, перь, пас. Вы проиграли, мадам. Ставь еще. Фейт, боже. 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 А то выйдет зероток, ничего и не возьмёшь. Завтра же все векселя будут опротестованы. Маркис, ну вы знаете мои обстоятельства. Видишь? Видишь? Я же сказала тебе. Да умил меня сам Господь поставит два золотых. Сколько же я получу, а? Ну, чего не выдают? Потапыч, Марфа, где они, а? Смотрите, бабушка, вам деньги выдают. Получайте. Золотушка, Потапыч у дверей, его сюда выпустят. Что он слуга, так и забыть его? Тоже ведь живой человек. Иди, Потапыч, зовут. Иди скорей. Опоздаем, скоро закрутят. Ставь, ставь. Куда ставить, бабушка? На зеро. Опять на зеро. Ставь как можно больше. Тетушка, зеро иногда по двести раз и выходит. Вот и цык-то звенец. Знаю, что делаю. Сколько у нас всего? Семьдесят монет. Нечего их же есть. Ставь все разом. Опять, слушаю. Я больше ждать не могу. Я сегодня поговорю с ней вечером, непременно, решительно. Зеро. Ха-ха-ха! Что? Видишь? Алексей Иванович, сколько здесь? Четыре тысячи. Ставь все четыре на красную. Бабушка, это рискованно. Ставь, ставь. И sprint". Никакайте вонг. Мои же сут фейк. Рин не ва плю. Скрип. Нюх пружь, импер пасса. Красное. Забирай все золото в кошелек, обували спрячь. Вот взяла, да и выиграла 12 тысяч. Это сколько по-нашему? За 7 тысяч перевалило, а по теперешнему курсу и до 8 дойдет. 8? Шутка сказать! А вы тут колпаки сидите, да ничего не делаете! А теперь домой проголодалась. Сейчас обедать, потом немного поваляюсь и опять сюда. Вы опять хотите играть? А как бы ты думал, что вы тут сидите да киснете, так и меня на вас смотреть, да? Но, мадам, ла форте не поводит. Но вы можете тупер, но не минуту. Алексей Иванович, а ты не пробовал еще счастье? Для себя? Нет еще, бабушка. А чего же боишься? Я попробую непременно. А я видела, глазки у тебя горели. А я видела, глазки у тебя, глазки у тебя, глазки у тебя, глазки у тебя. И я видела, глазки у тебя, глазки у тебя, глазки у тебя. kachеду. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вы не трус? Не знаю, может быть и трус, я об этом давно не думал. Если бы я попросила вас убить этого человека, вы бы его убили? Кого? Кого захочу? Француза? Не спрашивайте, отвечайте. Разве вы можете? Я вас просила и жду ответа. Разумеется, убью. Вы довольны? Значит, она и вас уж очень поранила. Вы ее никогда не знали. И ее имя... И ее имя в устах ваших я считаю оскорблением нравственного моего чувства. Вот как. Впрочем, вы не правы. Да о чем же нам еще договорить с вами? Кроме этого. Ведь в этом и состоят все наши воспоминания. Тетушка. Все ваше золото ушло. Сколько раз проставили? Уже 12. 144 фит. Ставь на зеро и поставь на красную тысячу гульденов. Зеро. На деньги бери. Видишь? Еще раз здесь поставим и бросим. На. Брось этот проклятый зеришко. Вставь. Все 4 тысячи на красную. Подумайте, много будет. Вставь. А вы, ты, ладонки. Манданды. А вы, ты, сэргей. Он тут-то проклятый и выскочил. Зеро. Это все ты. Это ты меня отговорил. Тетушка. Ну как я могу отвечать за все шансы? Я тебе дам шанс и пошел вон от меня, идиот. Алексей Иванович. Алексей Иванович. Ну скажи, что делать? Бабушка, я не знаю. Играйте сами, приказывайте мне, я ставить буду. На. Ставь 4 тысячи на красную. Вот бумажник, бери. Такие, кушай. Жива не хочу быть, отыграюсь. Тетушка, мы едем за город. Я сейчас нанял лошадей. Там замок. Вот Мазарь Планш пришла вас приносить. Плант. Иди ты с Плантом. Тетушка, мы же там будем пить молоко на природе, чай. Ищи, у меня от него брюхо болит. Чего ты пристал? Ставь, ставь. Восемь ставь. Подожди, самый большой куш 4 тысячи. Ну, ставь 4 на черную. Это безумие. Вижу, вижу, что шли, вижу. Ставь еще 4 тысячи. Бабушка, денег нет. Тут только остались наши 5-процентные, а денег нет. А в кошельке? Что? Посмотри на нее. Мелочь. Есть отменяльные лапки. Мне сказали, что все наши бумаги разменять можно. Сколько угодно. Ну, что вы за промен потеряете, бабушка? Пусть они подавятся моими деньгами. Я отыграюсь. Иди, меняй живо. Лежа сон фей. Риаль вакуи. 70 тысяч. И еще 25. И еще 1, 2, 3, 4, 5. Спасибо. Ну-с, милостивый государь. Я вам должен объявить, что ваши поступки относительно моего семейства одним словом высшей степени страны. Сепаса. Сепаса. Не губите его. Ну, чем же? Что я-то тут значу? Поймите, она уже не отойдет от стола из-за упрямства. И злости так не отыгрываются. Алексей Иванович, беда. Алексей Иванович, поймите, что будет с моими детьми со мной. Я умоляю вас, спасите нас. Ну, что я могу? Так другой найдется. Ну, я вам пояс. Кланяюсь по-русски. Молчать! Пошел вон! Лакей вон отсюда! Вон! Алексей Иванович! Я умоляю вас! Мы умоляем вас, Алексей Иванович! Подапчи, здесь 70 тысяч. Отдай это, барани. И скажи, что я не могу больше. Не хочу! Морнень! Я хотел бы видеть мистера Аслия. Прошу. Она проиграла шпильки с Старкой Кси Ци 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 Ци. А ведь Старуку довезут. В концу она совсем обезумная. Да, она играть совсем не умеет. Старка, куда попала. Да ее не могли оттащить от стола. Все-таки жалко Старуку. Я думала, ее хватит удар. Говорят, она только приехала и сразу туда. Мистер Аслия, вы можете не помочь. Нет, не можем. Открыть видео. Если вы хотите, мне ring и тебе отпрыгать свой репет. Мастер. Да, я буду. Поехали. Продолжение следует... Старая ты дура, дуренька, идиотка. Чаю мне! И собираться едем. Куда, матушка, едем? Тебе какое дело? Знай сверчок свой шесток! Потапович! Собирай все, едем назад в Москву. Счет мне! Скорей! Скорей! Позови Прасковию! Вам надо отдохнуть, мадам. А тебе какое дело? Чего эта козлиная морда ко мне лезет? Тетушка! Поспешность вашего решения. Мы не можем допустить, что вы так уехали. Состояние вашего здоровья. Ваше лето. Отвяжись от меня. А тебе, пигалица, чего надо? Чего, Юлия? Что она сказала? Переведи. Она сказала, что вы проживете сто лет. Так ты на мою смерть рассчитывал. Пошел вон! Тетушка! Пошел вон! Вон, отцу! Как вы могли подумать! Я свое просвистала, а не ваше! Пошел вон! Вон! Прасковья, правда, что этот дурак отчим твой хочет жениться на этой? Актриса она или того хуже? Правда? Наверное, я бабушка не знаю, но по словам мадемуазель Бланш... А довольно все понимаю. Без денег эта подлая девка ни в лаке его не возьмет. Да еще с обстанными зубами. Я тебя, Прасковья, не виню. Не ты телеграммы посылала. Фух! Ну вот что. Хочешь, бросай все здесь и поезжай со мной. Тебе теперь деваться некуда. Да и неприлично тебе с ними теперь. Неужели вы сейчас хотите ехать? Шучу я, что ли, сказала и поеду. Ну, хочешь или нет? Я вас очень благодарю, бабушка. Отчасти вы мое положение угадали. Я к вам приеду. Может быть... А теперь... Решиться теперь я на это не могу. Значит, ты не хочешь. Не могу. Я не могу оставить брата и сестру. Потому что действительно может оказаться, что они будут как брошенные. Да врешь ты все, врешь! Я ведь знаю, почему ты не едешь. Бабушка! Все знаю! Бабушка! Довольно! Надоели вы мне все. Эппессин! Идиот! Но что я хочу делать? Мы уничтожены! Я все оставлю для того, чтобы я не вернусь. Но сейчас я не вернусь на улицу. Иди ты! Иди ты! Я не могу больше видеть этих людей. Я не могу больше видеть этих людей. Иди ты! Ты! Тихо! 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 Что с вами? Алексей Иванович, пойдите с ее берут? Пойдите! Уговорите! Упросите ее! Она должна ко мне обратиться! Алексей Иванович, она должна выйти за меня! Генерал, она же не замечает даже меня. У нас, у нас, в благоустроенном государстве, у таких старух, где есть начальство, тут же же вы опеку нашли. Вы этого не знаете, милостивый государь, вы это узнаете. У нас таких старух в дугу гнут. Сядьте! Бартист-то! Уехал! А все мои бывают в закладе. Выпейте. В закладе. Я гол, как сокол. Как вы в гостинице расплатитесь? Выпейте, выпейте! Теперь ведь она уедет. Она уедет. Алексеева, скажите, что мне делать? Выпейте, выпейте. Динося! Алексей Иванович! Что такое? Куда? Пойди присмотри за барином, как бы там беды не было. Алексей Иванович, иди вперед. Пойдем. Куда, бабушка? До поезда ведь еще два часа. Они там до полуночи ведь играют. Вы хотите? Я еще все обратно возьму. Бабушка, жива не хочу быть, отыграюсь. Бабушка, ну не надо. Ну, марш! Марш без расспросов. Антонида Васильевна, я не хочу быть свидетелем и участником вашего. Это еще что? Белины, что ли, вы все объелись? Воля ваша, я не пойду. Тьфу! Сама дорогу найду. Потапыч! Вот как получилось-то, Алексей Иванович. Я помню вас горячую и сильную минуту в вашей жизни. А теперь... Ну, теперь я нищий, хуже, чем нищий, был в лакеях целых пять месяцев, да наплевать на нищенство. Продолжение следует. Тут все дело в том, что один оборот колеса. И все изменится. Я воскресну из мертвых, начну жить снова. Вы будете здесь еще через 10 лет. Предлагаю вам Пари, что напомню вам это вот на этой же скамейке. Ох уж мне это, заграница. Проходи. И чего-чего у нас в Москве только нет? Ну, не сад. И цветы каких здесь не бывает. И яблоньки наливаются. Извините, батюшка Алексей Иванович, что еще раз побеспокоила, простите, старого человека. Я все там оставила, больше 100 тысяч. Ну вот, под Москвой 5 лет назад я дала обещание церковь деревянную в каменную перестроить. Да взамен тут просвисталась. Теперь поеду церковь строить. Ступай, Алексей Иванович. Не взыщи на меня старые дури. Я теперь уж не буду молодых обвинять в легкомыслии. Да и этого старого генерала-то несчастного тоже грешно мне судить. И я сама не умнее его. Скажи, Просковьи, я буду ее ждать. Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ 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 Здесь у меня? Что ж... Если я прихожу, то уж вся прихожу. Это моя привычка. Зажгите свечу. Свечу. Прочтите. Читайте, читайте. Мадемуазель, неблагоприятное обстоятельство заставляет меня уехать немедленно. Это Дегрие, он уехал. Зная, что легкомысленный отчим ваш растратил ваши собственные деньги, я решил простить ему 50 тысяч франков и на эту сумму возвращаю ему часть закладных. Неужели я могла ожидать чего-нибудь другого? Так что вы поставлены теперь возможность воротить все, что потеряли, потребовав с него имение судебным порядком. Надеюсь, мадемуазель, что при теперешнем состоянии дел, мой поступок будет для вас весьма выгоден. Он предлагает мне суд. Мне суд. Он думал, что я ищу. Что я буду настаивать. С каким наслаждением я бы бросила сейчас ему 50 тысяч в его подлое лицо. И плюнула бы. И раздерла бы плювок. Плюнула бы. Погоди. Где он сейчас? Он в Франкфурте. Будет там 3 дня. Нет, где же взять эти 50 тысяч? Пойдя. И, мистер... Астрей! Что ж, если ты сам хочешь, чтобы я ушла к нему, от тебя к этому англичанину. Полина! Ты пришла ко мне. Побудьте здесь только один час, побудьте здесь только час, и я вернусь. Побудьте здесь 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 и я вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пойдите! ДимаTorzok 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 Любишь? Любишь меня? Полина. Я. «Und nicht verborgen das Unglück vor meinen Augen, Warum bin ich nicht gestorben von Mutterleibe an? Warum bin ich nicht umgekommen, da ich aus dem Leibe kam? Warum hat man mich auf den Schoß gesetzet? Warum bin ich mit Brüsten gesäuget? Daselbst müssen doch aufhören die Gottlosen mit toben. Daselbst rohen doch, die viele Mühe gehabt haben. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Unde ich meine 50 000 Franken. Полина. Опять. Или ты раздунул? Тебе, может быть, уже и жалко? Ну, возьми. Полина. Они теперь мои? Ведь так? Да они и всегда были твои. Так возьми их теперь. Я не имел сведений о мисс Полине. Уже год и восемь месяцев. С того самого дня, как... Повторяю вам. Вы мне сделаете большое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полине. Да вы не беспокойтесь. Мне не нужно никаких ваших внутренних секретов. Меня интересует только внешнее положение дел мисс Полина. Это можно сказать в двух словах. Извольте, чтобы этими двумя словами все было покончено. Мисс Полина была долго больна. Полгода назад ее бабка, та самая сумасшедшая старуха, умерла и оставила ей 7000 фунтов состояния. Теперь мисс Полина в Швейцарии путешествует вместе с семейством моей сестры. Ее отчим, генерал, умер в Париже месяц тому назад. Мадемуазель Бланш обходила с ним хорошо. Но все, что он получил от бабки, успела переписать на себя. Вот, кажется, и все. Все. Гуна дарь. Монсер? Сейвий. Винь, вина. Ломзи, дапустой. Вот здесь. Это, это, это. Это, 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 100,000. Что, мисс Полина? Она... Она больна. Так она действительно у вас? Да, у меня. Так как же вы... Вы намерены держать ее у себя? Да, намерен. Нет, мистер Росли, это скандал. Этого нельзя. К тому же она совсем больна. Вы, может быть, этого не заметили? Я заметил. Я же ведь сам сказал вам о том, что она больна. Если бы она была не больна, то у вас не провела бы ночь. Вы это знаете? Знаю. Поздравляю вас. Кстати, Полина всю ночь заставляла меня подходить к окну и смотреть. Не стоите ли вы внизу? И ужасно смеялась. Неужели? Нет, я под окном не стоял. Но я ждал в коридоре и кругом ходил. Вы вчера выиграли 200 тысяч талеров. Всего только 100 тысяч флоринов. Уезжайте сегодня в Париж. Зачем? Что я буду делать летом в Париже? Все русские, имея деньги, едут в Париж. Но я люблю ее! Я ее люблю! Неужели? Вы же знаете сами! Я убежден, что нет. Поезжайте в Париж, иначе вы все проиграете. Подумайте, что теперь будет. Ведь это на весь город пойдет! Да, на весь город. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали. Здравствуйте, М. Лучи Тель. Мадемуазель. Поверьте. Думаю, ты выиграл. Выиграл. Сколько? 100 000 флорин. 100 000 флорин. 10 000 флорин. Это неплохо. Давай, давай, давай. Винок. Винок. Здравствуйте. Все, выayer, иди, М. Лучи Тель. Подпишитесь. Винок, давайте. Винок. Не надо. Я брать้ую голубой когнят. До свидания. До свидания. Ты знаешь, я имею в виду, если ты не слишком беда, я тебя приведу в Париж. В Париж? Ты едешь в Париж? Нет. Ты и я вместе. Ты понимаешь? Сейчас? Да, сразу. А генерал? Ну как же он? Ты настоящий русский. Генерал был исключением флоры. Он вернулся, и он уехал. Но я хочу 50 тысяч францов. Пятьдесят тысяч тебе нужно. Ты настоящий принц. Держи. Ты мне дай франкфор. Ты настоящий мальчик. Ты мой мальчик? Да. В Парице, ты будешь счастлива. Я тебя люблю. Ты только в Парице, ты увидишь. Это круто, Парице. Ты будешь как принц в Парице. Я тебя люблю. Скажу. Я тебя люблю. Я люблю. И я люблю. но в этом сердце все-таки будет царить мерзавец, мелкий проценщик де Грие. Теперь вы озлоблены и потому говорите весь этот вздор. Да я согласен, но вот в том-то и ужас, мой благородный друг, что это истина, мы с вами ничего не добились. Вы ведь сахаровар, мистер Астли? Я участвую в компании известного сахарного завода. Вот видите, с одной стороны сахаровар, а с другой маркиз Аполлон Бельведерский. Все это как-то не связывается. Я даже не сахаровар, просто мелкий игрок на рулетке. Чем больше она ненавидит теперешнего де Грие, тем больше тоскует о прежнем. Это гнусный вздор. Все женщины таковы. И самые гордые из них самыми-то пошлыми рабами и выходят. Знайте же, что я приехал сюда нарочно по ее поручению. Для того, чтобы видеть вас, говорить с вами и передать ей все. Ваши чувства, мысли и надежды. Да, она любила вас. Теперь я могу вам это сказать, потому что вы погибший человек. Более того, если я вам скажу, что она и теперь вас любит, вы ведь все равно останетесь здесь, и ваша жизнь кончена. Неужели? Довольно. Вы, конечно, нуждаетесь в деньгах, вот вам от меня есть вызовы. Берите! Я даю вам это как друг истинному другу. Берите! 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 А legal сам яджета! Расчетливым и терпеливым. Буду все. Почему же я не могу быть расчетливым? Почему же я не могу воскреснуть? Почему? Завтра, завтра все хочется. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok